Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать Исайю, 32 глава. В 32 главе собраны несколько пророчеств. Первый из них охватывает первые четыре стиха. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону». Возможно, здесь описывается некое идеальное, быть может, мессианское время, когда будет торжествовать правда, цдока, когда все будет по правде, по закону. И каждый из них, то есть царь, князья его, будут как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. То есть люди будут получать от них пользу большую от царя и от его князей. Далеко не всегда люди получают пользу от теми, кто ими управляет, от своих правителей. А вот в будущем идеальном царстве будет так, говорит пророк. «И очевидящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать». Часто судьи закрывают глаза. И князья, выполняющие судебные функции, тоже часто закрывают глаза на правду, берут себе взятки в пазуху. В общем, происходит всяческая неправда на земле. И коррумпированность правосудия, социальная неправда, господствуют в обществе, увы, и в нашем тоже. Так было во времена пророков. А вот в будущем идеальном царстве, которое описывает это пророчество, так уже не будет. «И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда, говорит глупая, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего». Невежда – это перевод, синодальный перевод слова «наваль». Наваль можно перевести также через «негодяй» или «мерзавец». Вспомним, известный персонаж в священной истории как раз носил это имя Навал. Наваль. Странно вроде бы, да, человека назвали таким именем, но такой персонаж в священном писании есть, и в книгах царств мы с ним встречаемся. Так вот, здесь дважды употреблен этот термин, в пятом и шестом стихе термин «наваль». Синодальный переводчик переводит через «невежда», но лучше переводить через «негодяй» или через «мерзавец». «Негодяи» часто господствуют и притесняют бедных людей, социально незащищенных, отнимают у них питье и хлеб, отнимают свое, нажитое тяжелым трудом работников, и присваивают себе незаконно. К сожалению, социальное неравенство, социальная неправда господствовали в то время, как господствует порой и сейчас в обществах разных. Наше общество не является исключением. И пророки сурово обличают это. Вот почему еще пророки актуальны. Они, фактически все, почти без исключения пророки, выступают за социальную правду, против социального беззакония, против социального неравенства. И Амос, пророк социальной справедливости, и другие пророки Исаия не исключение. Он описывает идеальное царство, в котором не будет социальной несправедливости. Социализм — это вовсе не выдумка марксистов. Социализм, социальная справедливость, точнее, это пророческое учение о социальной справедливости, когда один человек не будет эксплуатировать другого и порабощать его. Это учение пророков. И дай бог, чтобы мы ему следовали. Так вот, этого всего не будет. И душа голодного не будет лишаться хлеба, и душа жаждущего будет вдоволь напояться. «У коварного и действия гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи. Хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Вот эти стихи седьмой и восьмой перекликаются со многими и многими стихами книги Мишлея, книги притчи Соломоновых с ее нравственным учением той книги. Дальше с девятого стиха начинается следующее пророчество. «Пророк обращается к своему народу. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам». Женщинами и дочерями здесь называются иудеи, современники Исаии. Он обращается к народу, что вы беспечны, как женщины. Вы беззаботны, как дочери. Не будьте такими. Ну, иногда интерпретаторы предлагают видеть здесь под женщинами и дочерями города. Город на иврите женского рода. И все названия городов тоже женского рода. Поэтому иногда этот стих предлагается понимать так, будто бы пророк обращается к городам иудейским. Ну, я думаю, что здесь он просто обращается ко всему народу. «Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припаяшьте чресла». Вот эта серия обращений, серия призывов, которые следуют, говорит о каком-то грядущем, наступающем бедствии, неблагоприятном времени, как наказание за беспечность и за беззаботность. Мы не должны быть беспечными, беззаботными. Мы должны проявлять заботу о своем будущем и не почивать на печке, как Емеля, а заниматься делом Божьим, каждый на своем месте. И вот трудно как-то датировать это пророчество, к какому времени его отнести, когда пророк обратился с этими словами к своему народу и кто были первыми его слушателями. Ну, по всей видимости, то же самое время языки Хискияху царя. Он говорит, что скоро это время наступит, буквально через несколько лет или годов. Дней или годов. «Так вот, будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терные волчцы, равно и на всех домах веселя в ликующем городе». Ликование сменится рыданием, плачем, скорбью. Вместо виноградной лозы вино — это радость, это праздник. Вместо этого будет терновник расти, все будет запущено, брошено. То есть город будет в результате, видимо, вражеского нашествия, Иерусалим, город, будет оставлен своими жителями, виноградники не будут возделываться, не будет в домах веселья, ликования. Вот эти дома, эти уже не будут домами веселья, это будут развалины какие-то. Читаем 14 стих. «Ибо чертоги будут оставлены». Чертоги, дворцы в городе Иерусалиме, шумный город, столица все-таки, будет покинут. Как может быть покинут шумный город, столица? Это что-то ужасное. Явно какое-то бедствие, нашествие врага. «Офел и башня навсегда будут служить вместо пещер убежищем диких ослов и пасущихся стад». Дикие ослы часто упоминаются в Писании, вот и здесь они упомянуты. Пастухи какие-то пасут свои стада, загоняют их в пещеры. И все это там, где был когда-то город, шумный, праздничный город. Такое постигнет Иерусалим, к сожалению, говорит пророк. К какому времени это относить? Может быть, это грядущее время, когда Иерусалим был взят вавилонянами, грядущее для Исаии. И храм, и стены крепостные, и дворцы, и чертоги, все было разрушено. Никаких виноградников тогда уже не выращивали в окрестностях Иерусалима, понятно. Вместо этого дикие ослы, пасущиеся стада, наполняли город и его окрестности. Офель — это древняя часть Иерусалима. Упоминается не раз в Писании. Это древняя часть Иерусалима, расположенная на юг от храма. Там сейчас тоже велись интенсивные раскопки, и всякий посещающий Иерусалим может на этом месте побывать, на месте Офель, далеко от храмовой горы, на юг от нее. Вот Офель и башня, какая-то имеется в виду сторожевая башня, вот Мигдаль, они навсегда будут служить вместо пещер. Вот читателя может вести недоумение этот термин навсегда, потому что ведь Иерусалим был восстановлен, когда из Вавилонского плена вернулись иудеи. И даже если это пророчество относить к будущим временам, наполнять эскатологическим смыслом, то все равно Иерусалим в центре. Вспомним хотя бы заключительные главы Иезекииля прекрасные. Иерусалим будет вечным, сияющим городом славным, Божьим городом святым, будет в нем обитать правда и так далее, тот же Исаия говорит. Ну вот, как же понимать это навсегда? Вот это ад-олам, навечно, навсегда. Ну, видимо, здесь следует истолковывать этот олам как неопределенно продолжительное время, неопределенно долгое. Кстати, в 17 стихе этой же главы тоже, где говорится, что будет безопасность в этом городе вовеки, тоже этот термин использован. Ад-олам. Олам. Это и вечность, и в данном контексте, в данном случае, это какое-то неопределенно продолжительное долгое время. не вечность в том абсолютном смысле, в котором обычно это слово употребляется. Олам. Олам и оламим, как говорим в веке веков. Нет, здесь все-таки олам ограничен, не безграничен. Доколе не излиется. Вот это доколе позволяет доколе 15 стиха истолковывать ад-олам, предыдущего 14, что это не бесконечная, не безграничная вечность, а это определенное ограниченное, хоть и продолжительное время. Доколе не изольется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считаться лесом. Яир, лес, сад, кармель, пустыня, сад, 15 стих. О чем-то подобном говорилось в 17 стихе 29 главы, если мы вспомним. Там тоже говорилось в приложении к Ливану, что Ливан будет садом, лесом и так далее. И вот здесь говорится, что так будет со Святым Градом, с Иерусалимом. Пророк говорит, и зальется на нас. Он себя со своим народом вместе отождествляет, объединяет, и говорит, что дух и зальется, дух от Бога. Излияние Духа Святого произойдет, и в результате этого излияния пустыня расцветет, как сад. И вот уже не будет этих терниев и волчцов, будет то, чему полагается быть в саду, будут цветущие растения, созревающий виноград и так далее. То этот стих противопоставляется тому, о чем говорилось выше, где говорилось о волчцах вместо виноградной лозы. «Доколе не зальется на нас дух свыше». Излияние Духа Свыше, Духа Господнего — это чудесное событие, предсказанное пророками, в частности, Иоэль, и затем реализованное, осуществленное в своей силе и мощи в событии Пятидесятницы в Новозаветном, вторая глава Деяния апостольских. Это то, чего чает чает пророк, это то, что Он вместе со Своим народом ожидает, чтобы излился на нас, как Он говорит, дух свыше, с небес, то есть. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. Будет благоденственное и мирное житие, изобилие, безопасность, суд, то есть правосудие, это духовные плоды излияния Святого Духа. Не только материальное благополучие, но и нравственное, духовное совершенство, благополучие это плод действия Божественного Духа. Делом правды будет мир, плодом правосудия, спокойствие и безопасность вовеки. Мессианское эсхатологическое царство характеризуется всегда безопасностью. Люди будут жить безопасно. Защищаемые Богом, словно скалой, словно могучей несокрушимой стеной, люди будут жить в безопасности. В древности люди жили в постоянном состоянии тревоги, опасности. Стражники охраняли город постоянно. Да, в общем-то, и сейчас так же. Мы сейчас живем в такое время, когда каждое мгновение нашей жизни может оказаться последним для всего человечества. в 45-м году в Хиросиме, когда произошла бомбардировка Хиросимы, человечество потеряло свою атомную невинность. Так говорит немецкий богослов Юрген Мольтман. А когда произошла катастрофа Чернобыля, потеряло свою экологическую невинность человечества. И сейчас у нас эти признаки кончины времен, признаки последнего времени очевидны, потому что с тех самых лет, со второй половины XX века мы живем так, что мы не знаем, будет ли наступающее мгновение, вот сейчас, которое наступит, вот через одно мгновение, будет ли оно последним для всего человечества или нет. Или Господь еще продлит наши дни. То есть до этого, до середины XX века такой глобальной угрозы для человечества не было. Угрозы уничтожения всего живого на земле. Это новый опыт для человечества, опыт новых наших поколений. Мы живем каждое мгновение под угрозой, что это мгновение будет последним для всех людей, для всего человечества, а не для какого-то человека или группы людей отдельно. Глобальная угроза, не известная древним людям. Но о ней тоже у пророков намеки содержатся в эскатологической конечно перспективе. Тогда суд водворится в этой пустыне, правосудие будет пребывать на плодоносном поле. Делом правды будет мир, плодом правосудия, спокойствие и безопасность вовеки. Спокойствие, безопасность, вот это бетахон очень важны. Тяжело человеку и трудно жить в состоянии постоянной угрозы, постоянной опасности, смертельной опасности. И вот мессианское эскатологическое царство характеризуется спокойствием полным и полной безопасностью. 17 стих. как здесь сказано бетах безопасность ад-олам навеки. Опять это ад-олам только здесь уже не какое-то ограниченное продолжительное время, а действительно леоламей оламим ад-олам вовеки веков. Шакет олам шакет бетах вот эти термины, которые здесь переводятся через спокойствие и безопасность спокойствия. Шакет это тишина еще, тишина. То есть тихая, безопасная жизнь. Люди, которые, поколение, которое не пережило войну, не ценят этого. Вот старшее поколение, пережившее войну, оно ценит мирную жизнь больше, чем поколение, которое эту войну не пережили. И всегда поднимают тост за мир, за мирное небо, за то, чтобы не было войны. Начинает человек ценить мир, безопасность и спокойствие тогда, когда он по-настоящему ценить, когда он знает, что такое лютость войны, когда нет ни мира, ни безопасности в полном смысле слова. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, пять безопасных, и в покоящих блаженных. Вот оно, новое великое мессианское царство, эсхатологическое, о котором говорят многие пророки, в том числе Исайя, вот в этом пророчестве 32 главы. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Что за град, что за город. Лес, возможно, здесь это вражье войска. Вспомним выражение лес копий, да? Город вражья столица, возможно. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла. Вот этот последний стих 32 главы перекликается с книгой Экклесиаста. И в Экклесиасте в 11 главе в первом стихе сказано «Отпускайте хлеб по водам». Здесь говорится «Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла». Блаженственное, блаженное, мирное житие в новом грядущем асхатологическом царстве. После этого пророчества Исаии прошло 27 веков, а мы, дорогие друзья, все еще ждем торжества, полного торжества этого царства, которое проповедует Исаия, проповедуют другие пророки. Пришел Христос и говорит «Царство Божие приблизилось, покайтесь, оно близко, а сегодня оно еще, пожалуй, ближе, чем во времена Христа. И с каждым годом, с каждым мгновением человеческой истории, оно становится все ближе и ближе. И его наступление, наступление Царства Божьего, когда будет единый царь и единое царство, которому не будет конца, царство Бога и Христа его, оно нет, это наступление неотвратимо. И мы, христиане, ждем этого царства и уже являемся этого царства гражданами. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова